Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет, и во всём, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Коротенькая такая молитва Давида, в которой вот так сконцентрирована человеческая судьба, метущаяся судьба, ищущая свой жизненный путь, которая осознаёт или хранит в подсознании присутствие Бога, Бога благословляющего, Бога наблюдающего, Бога судящего. И выбор делает этот автор. Если пойдёшь на собрание развратителей, это такая популярная тусовка, клуб ли ночной, политический ли сброд, ещё что-либо, что даёт наслаждение, может быть, под угаром алкоголя или ещё каких-нибудь возбудителей. Они человека возбуждают, и они его побуждают, и тогда творятся беззаконие. В собрании развратителей не устоит человек. В собрании развратителей он пропадёт. А вот если он размышляет о Божьем законе, как здесь автор говорит, день и ночь, такой человек блажен. У такого человека есть состояние разумного, взвешенного утверждения своего жизненного пути. И перед Богом он чист. И мне вот хочется, прочитав этот псалом, остаться с этими мыслями как бы наедине перед Богом, чтобы взвесить свою жизнь, пути свои проверить, не ходить на собрание развратителей, не стоять на пути грешных. Но из этого мрака вот увидеть этот закон, услышать голос Божий и войти в его присутствие, чтобы быть блаженным, счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok